Быт Натальи Новомынской обустроен нехитро. Спит пенсионерка на диване в крохотном офисе. Все, что может приготовить – чай. На старости лет женщина осталась без крыши над головой. Подписала дарственную на квартиру знакомой, которая вызвалась за ней ухаживать. А та ее выгнала. Ночью без вещей и денег, уверяет пенсионерка. У меня никого нет, ни детей, ни братьев, ни сестер, ни внуков, никого. Думаю, ну почему будет пропадать квартира? Вот, подписала. В ответ на все ее обещания. Да я как тебе помогаю, буду и прочее, прочее, прочее. В пять месяцев Наталья Новомынская мыкалась по знакомым, а накануне вечером оказалось, что больше идти некуда. Приютил юрист, который помогает пенсионерке вернуть квартиру через суд. Сейчас будем обращаться в какие-то социальные службы, чтобы где-то какое-то время в Новомынской проживать, потому что человек просто на улице сейчас. Дочка бывшей соседки. Вот кто лишил Наталью Новомынскую жилья. Ее маняшу пенсионерка знала еще ребенком. Номер телефона маняша сменила. Как связаться с ней Наталья Владимировна не знает. А соседи поговаривают, квартиру новая собственница продала. С детства мы видели молодую пару, мужчина и девушка, которые в два часа ночи рубили дрова, тем самым подняв весь дом на ноги, заявив, что мы только что недавно купили, мы только обживаемся. Адвокат Марии Сандаковой Тусямы Маняши подтвердил, что его подзащитная продала квартиру Натальи Новомынской. Но потом купила снова. Поскольку она была собственностью, она произвела отчуждение этой квартиры. И в дальнейшем она опять эту же квартиру купила, только она является теперь вместе с детьми собственниками. У нее несовершеннолетние дети, соответственно, они тоже являются собственниками этой квартиры. Точку в этом деле поставит суд. Заключительное заседание намечено на 28 января. Но выиграть дело сложно. Уверен уполномоченный по правам человека в Хакасе Александр Чистотин. Что вот если у врача в процедурном кабинете там висит объявление «Смотри, что берешь», то здесь «Смотри, что подписываешь». И, к сожалению, в случае обмана, особенно от пожилых людей, у нас сейчас далеко не редкость. И мошенники становятся все более изощренные. Уполномоченный по правам человека готов разобраться в деле Натальи Новомынской и помочь пенсионерке с временным жильем. Елена Васютина, Владислав Фаткудинов. Новости, 7-й телеканал.